Здравствуйте! С вами я, Юлия Морозова, и это новый выпуск программы «Чего хотят женщины?». Я приглашаю к экрану милых дам и всех, кто не против присоединиться к нашей телеаудитории. А говорить мы будем, как всегда, о самых интересующих нас вещах и явлениях. Например, о делах домашних. Казалось бы, рутина и что об этом говорить? Но ведь мы с вами умеем превратить их в настоящее событие в лучшем смысле этого слова. Добавить частичку радости, долю творчества и капельку экзотики. И уж где как не в приготовлении пищи из этих ингредиентов получаются самые настоящие шедевры. А значит, наш выпуск открывает рубрика о вкусном с аппетитнейшим горячим рецептом прямо из Марокко. Если вы любите идеально тушеные или запеченные блюда, благоухание ароматов, специй и прочих ингредиентов на вашей кухне, обратите свое внимание на тажин. Так называется и толстостенная глиняная посуда, и все блюда, что в ней готовятся. Предлагаем сегодня познакомиться с этой замечательной кулинарной традицией арабских стран, в частности Марокко, поближе, и приготовить лакомый тажин из курицы с айвой. Специфическая циркуляция паруса создается из-за того, что внизу как раз жар, и крышка у нас вот такой формы, и идет как раз-таки циркуляция вверх, сверху скапливается вся конденсация, сок собственный именно продуктов, и падает опять вниз, и опять вверх. И поэтому тажин не любит, когда его открывают, и там все фрукты, овощи и любые продукты приобретают необыкновенный совершенно новый вкус, и все вам открывается по-новому. Специи в марокканских блюдах – это основная вещь. Она выходит в любое блюдо и всегда использует. И, допустим, водку мель, она нужна всегда. Например, марокканские хозяйки в каждом доме без этого специи не обойдутся, можно даже так сказать. В Марокко тажин ставят на раскаленные угри, а мы можем готовить в этой посуде на газу, но, внимание, только с растекателем пламени. Ингредиенты в нем созревают в течение полутора часов. Еще одна основа в марокканской кухне и первый ингредиент в нашем рецепте – репчатый лук. Чтобы остальные продукты не пригорали, на глиняное дно тажины в подогретое растительное масло выкладывается луковая подушка. Для такого диаметра одной луковицы будет достаточно. Оставляем его до приобретения золотистого цвета, а сами пока займемся фруктами и сухофруктами. Один плод айвы очищаем от сердцевинки и нарезаем довольно крупными дольками, которые помещаем в кастрюлю, смазанную растительным маслом. Туда же кладем небольшую коричную палочку и чайную ложку меда. Заливаем небольшим количеством воды и карамелизуем айву в течение 10 минут. По истечении этого времени докладываем к нашему фрукту 6 ягод кураги и горсть изюма и продолжаем тушить до их набухания, но следим, чтобы айва не распадалась. А сами в это время нарезаем куриное филе с одной ножки и одной грудки кусками среднего размера. Далее просто выкладываем мясной ингредиент в тажин и не нужно ни перемешивать, не следить за прожаркой, в этом и прелесть такой посудины. Теперь овощи. Одну морковку и одну небольшую репку чистим и нарезаем дольками. А перед тем, как выложить их в тажин, сдабриваем мясо птицы целым букетом ароматных специй. Кумин – пол ложки, имбирь – ложка с горкой. Остринку добавят и черный с красным перец, совсем чуть-чуть. Не забудем и о молотой корице. Смело кладем целую ложку. Теперь укладываем домиком овощные дольки. Да и ароматная фруктовая смесь дошла до нужной кондиции. Посыпаем ее одной чайной ложкой куркумы и поливаем оставшимся сладким соусом. По вкусу можно и посолить. Накрываем все это гастрономическое роскошество крышкой и томим еще примерно минут 40. За это время замечательное марокканское блюдо пропитается паром с концентрацией вкусов и запахов всех ингредиентов и будет готово к подаче. А подавать его принято с лепешкой и чаем из свежей мяты. Ммм, тажин из курицы с айвой, кушанье, которым вы с легкостью удивите свою семью и гостей. Блюдо невероятно нежное по консистенции. Мясная нотка в нем выгодно сочетается со сладкой фруктово-овощной компонентой. Ну и, конечно, никого не оставит равнодушным сочетание специй. Целый шлейф экзотичных ароматов. Приятного аппетита! Какие бы вкуснейшие блюда мы ни готовили и ни смаковали, мы, представителицы прекрасного пола, помним о том, что готовить надо и фигуру в данный момент к лету. Заниматься собой мы готовы не только ради стройности, но для хорошего самочувствия, тонуса и продления молодости. И знаете, есть виды физической активности, которые позволяют комплексно решить все вышеперечисленное. Смотрите. Ощущение полета, полезная и равномерная нагрузка на весь организм и в то же время приятная его разгрузка, в том числе эмоциональная. Этот молодой, но уже завоевавший популярность вид физической активности направлен на поддержание и восстановление здоровья. Воздушная йога. Уникальный спортивный снаряд Гамак-тренажер дает возможность плавно перетекать из одной позиции в другую, управлять процессом и временем нахождения в той или иной асане в гармонии со своими ощущениями. А еще йога Гамак является средством физической культуры для восстановительной работы со спиной и позвоночным столбом, который, так или иначе, оказывает влияние на все жизненно важные процессы. Когда я пришла заниматься на воздушную йогу, я думала, что я только похудею. Но в дополнение к тому, что я сбросила 10 килограммов, я еще обрела здоровье, у меня стала здоровая спина, выпрямляется фигура, у меня сильные руки стали, чистый ум и улыбчивое лицо. Полеты в Гамаке – гарантия прекрасного настроения. Летучая мышь, бабочка, голубь, звезда – в этом виде физической активности достаточно поэтики и красоты, чтобы вдохновиться на свершение. Даже самые сложные позы достигаются без особых усилий, а перевернутые позиции несут в себе еще один приятный для женщин бонус – омоложение. Под чутким руководством дипломированного специалиста по физической культуре и спорту Университета имени Лобачевского Ольги Туевой нарабатываются такие качества, как гибкость, ловкость, сила, быстрота и без стресса сбрасывается лишний вес. Благодаря воздушной йоге я похудела достаточно сильно на 20 килограмм. Я счастлива, у меня очень большой, хороший эмоциональный фон поднялся, я стала намного увереннее в себе, выполняя такие упражнения, такие комплексы достаточно серьезные, в душевный покой пришел. Да, тренировки дают массу плюсов. Это и мягкая растяжка, и расслабление, и даже какой-то удивительный эффект, меняющий что-то внутри нас к гармонии, спокойствию, позитиву. Ну а в конце занятия можно просто помедитировать в свое удовольствие, слегка покачиваясь в гамаке. Участницы тренировочного процесса, которые у нас занимаются регулярно, систематически, они смеют наблюдать за собой это. Уходят боли позвоночного столба, улучшается гибкость, уходят головные боли, потому что у нас постоянно идут перевернутые позиции. Конечно же, омоложение идет. Эмоциональный фон тоже у нас влияет на омоложение. Люди приходят и в ряде случаев даже не подозревают, что они могут и на что способно их тело. И когда они выполняют какие-то необыкновеннейшие упражнения в гамаке, конечно же, здесь у нас воспитывается сила духа, сила воли, хорошее настроение. Воздушная йога – это очаровательный перформанс и возможность испытать новые яркие цвета своего мира ощущения. Уникальная работа со своим внутренним миром через тело. Именно так позиционирует воздушную йогу Ольга Туева, старший преподаватель студии Здрава. Студия воздушной йоги Здрава приглашает на занятия по адресу город Нижний Новгород, проспект Гагарина, 166, студия 202, телефон 283-0605. Для популяризации здорового образа жизни каждому желающему от студии Здрава пробное занятие в подарок. Здрава! Добро пожаловать в мир сказочных полетов! Стремительно приближается сезон отпусков, и нам пора задуматься об окомплектованности своего летнего гардероба. Лето – это пора не только открытых нарядов, но и босоножек и туфелек самых разнообразных фасонов. В погоне за красотой и высотой каблука мы просто обязаны позаботиться о здоровье своих ног. Какая же красота без царственной осанки и походки! Все, что мы с удовольствием носим из обуви – высокие каблуки, узкий носок, неудобная платформа – это, конечно, мода, красота, но не здоровье ног. Плюс порой лишний вес – тоже опорно-двигательному аппарату не на пульс. Значит, стоит заглянуть в ортопедический салон. Иногда проблемы почти незаметны, но, как известно, лучшее лечение – профилактика. А порой доставляют немало огорчений и болезненных ощущений, особенно когда связаны с не слишком эстетичными деформациями женских ножек. Все чаще-чаще к нам в салон обращаются женщины с вопросом, что же делать, если появилась косточка на старле. Используя нерациональную обувь, женщины часто рискуют перегрузить поперечный свод и передать нагрузку на мелкие фаланговые суставчики, которые впоследствии начинают деформироваться. Для лечения косточки и отклонения большого пальца, с которыми сталкиваются 70% женщин, нужны корректоры. Некоторые надеваются на ночь на большой пальчик и, как рычажок, отводят палец в анатомически правильное положение. Чтобы зафиксировать положение первого и второго пальца в течение дня, можно использовать межпальцевые перегородки из натурального геля. Если деформация выражена сильно, используется гелевая манжеточка для защиты сустава от натирания и мозолей. Плюс специальные эластичные вставки для комфорта проблемных ножек. Ну а для профилактики рекомендуется ношение ортопедической обуви хотя бы определенное время. Или специальные стелечки-супинаторы для правильного распределения нагрузки стопы. Это полезно для тех женщин, которые не хотят расставаться с высоким изящным каблуком. Вот эта стелечка рекомендована на каблук высотой 7 см и выше. Передняя часть ее состоит из мягкого латекса. Впереди находится валик. Для каждой высоты каблука существует определенный вид. Заботьтесь о своих ножках, милые дамы. Напоминает салон «Семейный ортопед». Улица Варварская, 4. Телефон 413-68-47. Будьте здоровы, красивы и легкой вам походки. Летнее настроение помогает с легкостью и задором вершить самые разнообразные дела и задумки. Кто уже давно хотел заняться ремонтом и обновлением интерьера? И пусть это не будет капитальный ремонт. Освежить убранство комнаты нам вполне по силам с помощью современного красивого текстиля. Красоту, функциональность, уют – все это привносят в каждый дом красивые и качественные изделия из текстиля. Даже задумав освежить интерьер, загляните в специализированный магазин. Треть жизни человеку отведена для сна. Приятным и глубоким его помогут сделать постельные принадлежности. Подушки, облаченные в благородный лен и чешское кружево от известной московской компании «Натурос», представляющей в этом сезоне множество новинок. Ее продукция – только натуральные ткани и экологичные наполнители. Крепкие сны обеспечены тем, кто выберет подушки серии «Антистресс» с ароматными кедровыми, мятными или лавандовыми вкладышами «Саше». А для малышей – подушечку «Бамбуковый медвежонок» с бамбуковым волокном в составе чехла. Есть даже подушка со специальной пропиткой «Витаминный коктейль», что поможет дамам выглядеть свежими и отдохнувшими. А для кого-то идеальной окажется пышная и дышащая анатомическая подушка с наполнителем из вязкой эластичной пены с эффектом памяти. Приятное телу постельное белье из итальянского и европейского хлопка от Cotton Dreams – отличная идея для подарка, удовлетворит вкус настоящих эстетов. Например, комплекты серии, посвященные Мерлин Монро, придадут спальне богемный и винтажный вид. Советуем обратить внимание и на эту интересную новинку – одеяло-покрывало, полуторные и двуспальные. Не требуя пододеяльника, они отлично помогают решить ежедневную процедуру заправки кровати. Рассчитаны на частые стирки в машинке. Это идеальный вариант для дачи и гостевой комнаты. Незаменимые в интерьере и в хозяйстве и пушистые пледы из микрофибры с имитацией меха или плюша дарят уют и тепло, равно как и классические шерстяные. И, конечно, дом-недом без всевозможных полотенец и полотенчиков всех мыслимых размеров и расцветок. Можно сложить роскошный комплект, можно выбрать одно. В общем, все, чего душа пожелает, вы найдете во многим полюбившемся магазине «Уют» по новому адресу улица Алексеевская, 43, и в торговом центре Нагорный. Обновленный ассортимент текстиля, как всегда, в превосходном исполнении и качестве. Уют! Лето – такая прекрасная во всех отношениях пора, что нам всегда его мало, и как-то уж очень внезапно оно заканчивается. Так будем же наслаждаться каждым его днем, даже самым дождливым, ведь нам его скрасит наслаждение от прогулки на свежем воздухе под самым красивым и модным зонтиком. Аксессуары – очень важная деталь любого модного гардероба. Не только гармоничное завершение, но зачастую и отправная точка в создании всего облика. Поэтому такие вещицы мы выбираем особенно тщательно и зачастую просто влюбляемся в них. Справедливо отметить, что некоторые аксессуары обладают таким качеством, как сезонность, а некоторые актуальны большую часть года и, следовательно, заслуживают самого пристального внимания. Ведь они поистине становятся нашими верными спутниками и защитниками от непогоды. Это и теплые, качественные, стильные перчатки, сумочки, шарфики и платки, и, конечно же, прекрасные, создающие романтический настрой – зонтики. Самые разнообразные. Какой зонтик подскажет вам выбрать ваше настроение? Может, элегантный зонт-трост с необычной ручкой и гламурным кольцом-держателем, раскрывающийся так же эффектно, как бутон цветка? А может быть, вы хотите слиться с серебристой пеленой дождя? Это только для пессимистов дождь серый. Для романтиков же он преломляет все возможные цвета и оттенки. Для поддержания строгого, солидного облика и для дорогих мужчин тоже найдутся достойные модели и совсем не скучные. Посмотрите, какая интересная квадратная форма купола и ручка из ствола вишни. Выбирайте зонтик самого высокого качества и непременно надежный. Как всегда, актуальны зонты, оснащенные системой антиветер. И обратите свое внимание на экземпляры с двойными спицами и со спицами, усиленными углепластиком. Любые поровые ветра им нипочем, и служить такой аксессуар будет долго. Модные дизайнеры Фирре, Маскина, Стилла, Слава Зайцев позаботились о том, чтобы у вас всегда под рукой был эргономичный зонтик. Автоматический или полуавтоматический, с удобным и практичным чехлом он также может порадовать владельцу всеми цветами радуги. Покрасуйтесь под куполом мандалой или совершите променад с зонтиком, просто наполненным романтическим, возвышенным настроением. А самое главное, выбирайте незаменимый стильный аксессуар по душе и будете всегда выглядеть оригинально и выгодным выделяться из толпы. Пополнить свой гардероб и создать модные весенние образы для себя любимых, а также выбрать великолепные подарки для родных и близких, приглашает сеть магазинов «Парад аксессуаров» по адресам улица Горького, 149А, улица Белинского, 49 и улица Комарова, 21, телефон 213, 8, 3, 5, «Парад аксессуаров». С вами программа «Чего хотят женщины» и в этом последнем весеннем выпуске мы уже предвосхищаем лето. А оно для нас прежде всего возможность почаще бывать на свежем воздухе, сливаться с природой. Ну а садоводы, огородники и владельцы собственных загородных земельных участков умело объединяют все это с удовольствием от выращивания вкусного урожая. Им и посвящаются наши следующие видеосюжеты. Итак, время для рубрики «Дачный сезон». Пожалуй, самым популярным фруктом на Земле является яблоко, а самое лучшее и вкусное яблоко априори то самое, что выращено в собственном саду. Еще до нашей эры существовало минимум 25 сортов этих плодовых деревьев. Ну а сейчас известные питомники предлагают судоводам яблони 21 века. Что это за культура? Такие яблонки сочетают в себе лучшие характеристики. Во-первых, за счет небольшой кроны они позволяют получать максимальный урожай с минимального участка земли. Во-вторых, плоды превосходны на вкус, обладают лёжкостью и имеют разные сроки созревания. Можно организовать себе непрерывный свежий урожай в течение всего сезона. Ну и в-третьих, простота в уходе и удобство при сборе урожая. Вы можете приобрести принципиальные новые сорта яблонь, имеющие новую элитную форму с измененным строением ствола. Основу её составляют тонкие веточки, которые очень легко сгибаются под весом вашего урожая. Такое строение кроны сведет к минимуму обрезку. Полностью исключить ручные работы по сгибанию ветвей, так как боковые веточки развиваются под углом 90 градусов. Яблонь нового образца отличается очень высокими вкусовыми качествами плодов. Стоит присмотреться к таким сортам, как курьер, елобужанка, дымчатая, стахеевская, голубь мира, карнавал. Яблони привиты на карликовом подвое, деревца начинают плодоносить уже на второй год жизни. Таким примером может послужить сорт раннее утро, который характеризуется высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам окружающей среды и сдержанным ростом кроны. По вкусовым и внешним характеристикам очень похоже на сорт неба, но отличается очень плотной мякотью, красно-покровной окраской. Если задумали освежить и омолодить свой фруктовый сад, не сомневайтесь, все новые сорта обладают высокой зимостойкостью и скороплодностью. А в садовом центре «Любимый сад» вы ко всему перечисленному приобретаете районированные саженцы, выращенные здесь же. Для вас вишни, черешни, груши, кустарники декоративные и плодоносящие, а также ремонтантные сорта малины, нижегородец и карамелька. Приезжайте по адресу улицы Новополевая, 33А, остановка поселок Ганилицы. Звоните 413-57-15. Садовый центр «Любимый сад» ждет вас. Даже самые укомплектованные растениями сад периодически нуждаются в обновлении посадок. Давайте ознакомимся с новинками и предложениями садового рынка и обзаведемся прекрасными саженцами. Кстати, сейчас для этого самое подходящее время – время скидок. Кустарники в саду – неотъемлемая часть ландшафта и вместе с тем плодовитые растения. Так что нам не все равно, какой сорт заселять в свои садово-дачные угодья. Есть множество интересных новинок. К примеру, вместе со старыми сортами малины уходит в прошлый стереотип, что настоящий малинник, чтобы приносить внушительный урожай, должен быть масштабным, словно заросли. Современные селекционеры предлагают нам новые сорта малины, которые дают действительно очень высокий урожай. Поэтому мы имеем возможность посадить вместо одного куста, вместо нескольких кустов, один куст, который будет давать высокий урожай. И поэтому посадок будет гораздо меньше и затрат будет гораздо меньше. Среди испытанных сортов – исполин, который дает урожай 5-7 килограммов с куста, гибрид второго поколения – бирюсинка, с высокой морозостойкостью и урожайностью. А ремонтантный сорт Р-34 начнет плодоносить уже в начале августа, потому до первых заморозков успеет выдать весомый объем ягод отменного вкуса. Сейчас есть возможность предложить покупателям малину штамповую. Это имеется в виду прямой сильный побег, который пригибать на зиму не надо, у него зимостойкость очень высокая. У этой малины очень короткое междоузлие, соответственно, побегов для плодоношения у него гораздо больше, чем у обычной малины. Еще интересные новинки среди плодовых кустарников – это желтая и зеленая смородина. Отличается она от традиционной, красной или черной, не только цветом плода, но и вкусовыми качествами. В уходе все то же самое. Главное – грамотно подкормить и сформировать куст. Сроки созревания, естественно, разные. Есть ранние, средние, есть поздние, но, тем не менее, самое главное, что желирующие свойства у этой смородины хорошие. То есть можно желе делать красивое. Мы берем красную смородину, желтую смородину, и получается желе разных тонов. Плодовые растения услождают наши аппетиты, а декоративные одаривают благоуханием и красотой. Цветение декоративной сакуры, миндаля, луизиания и яблони сорта роялти продолжается 2-3 недели, после чего изысканные деревца украсят сад или аллею густой зеленой кроной. Это саженец молодой, это идет двулетний саженец, поэтому по белой цветочков его немного. А в дальнейшем вырастает дерево, кустик, вернее, 2 метра высотой, и он полностью усыпан цветочками. Потрясающие новинки, декоративные и плодовые кустарники и деревья лучших сортов и прекрасного качества ждут будущих обладателей в торговых павильонах усадьба Карла Маркса 7А у магазина Перекресток и на садовой ярмарке Тургенева 27. Кстати, на ярмарке в последние дни ее работы с 28 по 30 мая в усадьбе распродажа. Не упустите выгодные цены. Что ж, один из важных этапов садоводческой деятельности – это сохранение и переработка полученного урожая. Есть прекрасные приспособления для этих целей. Давайте ознакомимся с ними поближе в следующем видеосюжете. Сушка – один из способов домашних заготовок фруктов, ягод, грибов и зелени, популярна сегодня по двум причинам. Во-первых, теряется при сушке всего 4-5% полезных веществ. Для сравнения, при консервации теряется до 65%. А во-вторых, в распоряжении хозяек специальный инструмент – электросушилка. Моделей и фирмозготовителей множество, как отечественных, так и импортных. А по последним данным тестов и сравнительных характеристик, опубликованных в популярном европейском издании «Гуд Органик Гарденинг», среди бытовых сушилок по эффективности, достаточно экономичной работе двигателя и максимальному количеству обработанных зараз продуктов, то есть по количеству поддонов, где продукты размещаются, а это до 25 штук, лидируют новозеландские изидрии. Воздух подается снизу вверх через вот эти вот решетчатые отверстия, также подается через отверстия, которые по периметру, и через середину, через центр в стороны. Просушка получается очень равномерной, поддоны совершенно нет необходимости менять местами, и получается очень хороший и вкусный продукт. При выборе обращайте внимание, наиболее продвинутые модели позволяют регулировать температуру. В них можно приготовить пастилу из фруктового или ягодного пюре. Сладкое кушанье придется по душе детишкам, оно полезное, и в домашних сладостях уж точно никаких красителей и консервантов. А высушенные продукты, сухофрукты или грибы практически не темнеют, не теряют форму и превосходно хранятся в течение долгого времени, всегда выручая хозяйку. Новозеландские сушильные аппараты «Изит-3» эксклюзивно представляют магазины клуба природного земледелия «Сияние». Большая Печорская, 68, проспект Ленина, 58. Приезжайте за покупками. Наш выпуск подошел к концу. Я благодарю вас за внимание, желаю всего самого наилучшего и прощаюсь до встречи ровно через неделю на телеканале ННТВ. Субтитры создавал DimaTorzok